У меня можно даже не подготавливаясь снимать, сходу в лоб, да? Да, так и есть. Эксклюзионный терплостирол уже уложен. Ну, мы сразу готовим, здесь небольшой уклон даем. Сразу с утепленной отмазкой? Да, а потому что мы сейчас сразу присыпем это все. И у нас не будет зимой ничего вымораживать. Очень правильно. То есть мы сразу готовим уровень, у нас ни трубы, ничего не промерзнут, то есть мы можем спокойно работать. И то же самое по этому, здесь гидроизоляция. Вверх ногами она перевернута только потому, что здесь необязательное примыкание как бы, ну, снежинкой к этому. Потому что здесь, когда поднимется эта вся гидроизоляция, она сразу, гидроизоляция приведет к фундаменту. И все. Пленка, сам понимаешь зачем? Чтобы доску потом пустить на леса, когда она не была тяжелая. Ну и, в принципе, вот стандартная личья 20 на 20 и с жабами. А дренаж уже заранее это прокопали, да? Все полностью готово. Ливневка, дренаж, все заложено, да? То есть вот все готово. То есть вот лишь колодцы. Не, колодцы-то я про них и говорю, да. Да, да, да. Все заранее сделано. Круто. То есть... А они далеко, а давно уехали-то? Да, 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 да. Вот. А сигарета есть у кого есть? Да. А? Нашла, нет. А там нет ни у кого? А? Стоит уехал-то? Да, есть. Он уехал? Ну что строитель? Я эксперт. Это эксперт? А технадзор? Да, эксперт. Да, 150 и обычно 25 плита сверху будет с ребрами вверх. Угу. Вот такой вот дом. Но он будет поменьше, потому что здесь часть этой террасы решили... Терморазрывы будете делать? Терморазрывы будете делать? Нет, у нас будет теплый пол и утепление по террасам. Нет, а терраса будет открытая вообще? Открытая. Ага. А может просто тогда терморазрывы сделать? Ты купил? Да, это, купил. Ага. 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 Смотри, как деревья защищают прикольно. Чтобы ничего не... Ага. Ага. Нет, нет. Сейчас тебе говорю. На самом деле здесь сделано уже много по объекту. Чтобы вы понимали, вещь сделана выгрунтовка. И сделана вся планировка участка. То есть то, что мы вынули, мы разделили на кучи. Ага. 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 У меня не песок неплохой. Мы его присыпали. А сверху уже плодородный слой. Потом разровняли. Все поверхность. У нас полностью весь участок. Здесь, там. Там мы оставили кучи. Потому что, когда сейчас нам надо будет подсыпать же, обратно подсыпать будет делать. А здесь мы пока не вывезли. Ну, где вот куча лежит стильнопласта. Здесь будет закапываться газголдер. И вот эта дорожка не отсыпана. Потому что от газголдера будет песок там из основания. И вот эта дорожка как раз отсыпется. По тем грунтам, которые вынесли из-под газголдера. То есть вот такая примерно ситуация будет. Опа, шишка еще не убила. А я говорил, в каски надо ходить, да? Вон каски лежат у нас там на стройке. Видишь, чтоб шишка не убила. Там на дрове наполинница, видишь, там каски лежат снизу. Да-да-да, прикрыты. То есть, ну, деревья все всегда так защищаем, чтобы просто не угробить их за время строительства. Потому что даже если ты не хочешь, ты в любом случае мимо можно и случайно идти с топором, и почему-то воткнуть в дерево. Причем не из злого умысла, а просто задумавшись. И это очень часто случается на стройке. Вот, видишь, доска с гвоздем. Если не было, уже туда ушел бы. Да. То есть, как бы, и это постоянно всякая такая ерунда случается. Ну, собственно говоря, площадка вся освещена у нас. Чтобы в Питере темнеет в 4, а рассвет во сколько? В 9 у нас рассвет? В 9, да? В 4 темнеет, чтобы работать уже позже. Все, прожектора, муку стоит. Все прокинули, запитались и работаем 24 на 7. А где абрезентовые тенты? Вон или же? Вон или же. Ну, мы раскладывали. Ну, сняли. А, сняли? Ну, это пока. Две штуки. Две штуки хватит. Мне здесь все пленка идет. Пока это не открыли новые, пускай будет. Две штуки хватит. Леша, расскажи, а как ты террасу тут собрался делать? Просто с теплым полом, ты говоришь, а не проще делать? Терраса будет с ребрами наверх, потому терраса будет с обратной засыпкой и утеплением. Грубо говоря, представь, что терраса, она открытая здесь, она не утепленная. Просто открытая терраса без просто утепления по внутренним стенкам. То есть она будет с ребрами и высокой, в ней будет там также сделана гидроизоляция и сток воды сразу туда, в ливневку. А торцы утепляться не будут, да? Торцы утепляться не будут. У нас будет утепляться, ну, плита утеплена и будет внутреннее утепление по стенке. Потому, что все-таки торцы частично... Ну, на прем intent точно нет. Только часть дома будет утепляться. Потому, что пока она там промерзнет, ну, не те потери как бы, там только стенку нужно утеплять. Потому, что у нас потом будет обратная засыпка и экструзионный пенополистирол, и теплый пол. То есть там какие-то минимальные теплопотери от этого идут. Основное, на самом деле, зачем мы сейчас на стадии строительства применяем экструзионный пенополистирол, только для того, чтобы в первую зиму убрать пучинистые вот эти пышки. Спасить, обезопасить плиту. Да, подстраховаться, чтобы у нас не бахнул фундамент. То есть, на самом деле, если бы сейчас был апрель, то вот на этих грунтах, на этом песок практически, мы бы вообще не использовали утеплитель под фундамент. Только утеплили бы потом отмостку, и все. В данном случае нам необходимо подстраховаться, поскольку идем в строительство дома в зиму, поскольку если начнет вдруг что-то пучить, и хотя бы экструзионный пенополистирол нас спасет, иначе это все лопнет. Вот прямо вот. Мы просто раз попадали и больше не хотим. Это не те деньги, да? Да, поэтому нам проще вот сейчас купить экструзии, заложить ее с гидроизоляцией. Гидроизоляция по факту здесь, меня тоже спрашивают в комментариях, для чего ты здесь применил гидроизоляцию, если в принципе она здесь не нужна. Вот примерно для того, для чего и применил экструзию. Исключительно для того, чтобы... Ну, разница гидроизоляция сколько? 30 рулонов здесь, да? 30 рулонов это 15 тысяч. Ну, если купить там тот же самый плантер, я думаю, он примерно так же встанет. Потом мне проще сделать нормальную гидроизоляцию, которая действительно является гидроизоляцией. То есть это унифлекс ЭПП на основе полиэстера. То есть не стеклохолст, не стеклоткань, а именно полиэстер, который применяется для гидроизоляции. Унифлекс хорошая штука, я не знаю. Да, то есть только поэтому и это, и взято. А не хочешь сделать терморазрывы все-таки в зоне террасы от дома? Понятно, что там будут промерзания намного меньше. Да там не будет особого. Я знаю, что терморазрывы там на доме есть. Смысла нет, да, большого? Я, скажем так, вот сколько бы мы делали уже сто раз в такие террасы, постоянно пристраиваем, то есть их сразу. И нет в этом узле никакой проблемы. То есть, по крайней мере, в эксплуатации ты этой проблемой не видишь. Типа визором ты мерил, нет? У меня, смотри, как идет. Я сейчас про эксплуатацию внутри дома. Вот смотри, у меня же идет по ребра отсыпка потом обратная. Стяжка черновая по ребра. Потом сверху полтинник экструзионов, например, полистирола. А, уже потом будет, понятно. Выше я расту, понимаешь? То есть, это мостик холода у меня там не существует, в принципе, по полу. То есть, я перекрываюсь экструзией выше. Нет, если экструзия сверху, то все, вопросов нет. Да, да, я экструзией вверх ухожу. У меня этот узел, он сразу теплая керамика к нему подходит. Ну, или газобетон, когда как. То есть, у меня здесь нет этих теплопотерей. Все, все, все. Тем более, ну, как бы... Я просто думал, это будет уже чистовой. Нет, чистовой пол не будет. Вот, чистовой пол поднимается выше. То есть, здесь всего ребро будет 30 сантиметров, по-моему, вверх. Или 35. Сейчас, не помню. То есть, это ребро будет исключительно для наскручивания. Просто, чтобы работало, и все. Вот, фундамент предостеречь. Вот, ну, как там многие не любят. Везде закладные гильзы у меня. Серега, там многие все без закладных гильз работают. То есть, допустим, я предпочитаю взять 160 трубы 2 метра и везде сделать гильзы. Какие преимущества это дает? Во время строительства можете случайно бахнуть трубу. Ну, вот именно. Если у вас закладная гильза, ты просто берешь эту трубу вот так, вынул, новую силиконом помазал, и там ее, чик, под фундаментом вставил обратно. То есть, трубу легко заменить. При отсутствии гильзы закладной у тебя труба сразу торчит из плиты или из фундамента. То есть, сразу уже готовая. То есть, во время работ, там, доской случайно по ней ударить, там, ну, уронить газоблока кусок. То есть, это вообще не проблема. И вот получается то, что закладные гильзы, гильзы за 500 рублей, может сэкономить и кучу бабла в будущем. Я делал точно так же, только не 160 трубу, а брал энергофлекс от 160 трубы. И вот то же самое, только вот не из пластика, а мы делали 110 в энергофлексе 160. Ну, то есть, у тебя так же в округе, а у человека в шубе. А у меня еще получается, что когда ты зарезаешь, 160, ты ее вставляешь, ты фиксируешь 110 снизу. То есть, когда за счет того, что ты вырезал ее, ее в грунт сдавил, у тебя 160 зафиксировало нижнее колено. Да-да-да, уперлась в пластик просто. Да-да, и ты можешь спокойно работать, вынимать за нее, вставлять. То есть, вот такие тоже вещи, как бы иногда вот, ну, это часто делаем, вот это решение применяем. Везде, точнее говоря. А под электрику, под все? Под электрику, под все у нас нет смысла, у нас 30 сантиметров ребро поднято. По верху заведете? Да, и у нас вся электрика пройдет спокойно по основанию, там, в песке или под песком, или по черновой стяжке. Ну, скорее всего, она, скорее всего, к розеткам пройдет сразу по черной плите, просто поднимется, ну, по плите там. А под, ну, под то, что сверху, по потолкам пойдет, на втором этаже, скорее всего, по потолкам. Ну, здесь будет второй свет большой, то есть, получается, что в этом доме, когда ты находишься, вот основной вид идет, часть спален будет выходить вот там, и они выходят на озеро, вот между деревьев, там, озеро дальше. То есть, окнанные спальни хозяйские, они вот туда выходят. На ту сторону нет окон вообще, кроме одной лестницы, одного лестничного окна. Все окна выходят вот сюда, и вот мы сейчас вот находимся как раз в зоне, где будут кухонный, ну, диваны, кухонный стол, и вот здесь будут огромные панорамные окна. То есть, ты повернешься назад, да, вот это будут панорамные окна вот здесь стоять, то есть, там бытовых, понятно, что не будет, там будет все облагороженная территория, и будут стоять вот эти панорамные окна. То есть, у тебя будет вид, когда вот вечером подсвечено все это, это очень круто смотрится, и ты будешь видеть свой, будешь видеть лес, ну, через, там, второй свет, да, второй свет, а с дороги там особо даже не видно тебя. И вот здесь тоже столовая часть выходит из столовой, туда смотрят окна со столовой зоны. Это именно будет зона отдыха, здесь где-то камин будет стоять. А там и тут терраса как бы еще частично. То есть терраса будет, вот там будет типа гриль-зона на входе, где будет стоять это яйцо, или как это называется, ну вот эти грили выборовские. Вот, а это будет такая зона, именно дом, дом будет разбит, грубо говоря, на такие три зоны, сами по себе. То есть второй этаж, этаж для молодых, ну ребят, то есть, ну для собственника дома. То есть у него будет этаж, все его комнаты будут находиться на втором этаже. То есть его, и там для друзей, и детская. Здесь будет, основное место, это котельная, вот в том углу, различные там пост какие-то, помещения. То есть я еще пока до конца, по назначению не всех знаю. Здесь будет стоять, ну санузел, соответственно, здесь будет крыль. А здесь будет уже кухня-гостиная, где мы стоим. И вот это будет вторая зона для мамы. Ну потому что мама тоже будет жить в доме. Ну как бы, вероятнее, что даже мама и будет жить в этом доме. Поэтому, чтобы когда приезжали друзья, чтобы не донимали маму. То есть фактически, если вы заметите, гостиная обрубается вот так. И вот это еще один дом. Получается, да? Да. Дом в доме. То есть там будет санузел, мастер-спальня. То есть полноценная, со своим выходом на свою террасу. То есть вот здесь, где мы стоим, не будет террасы, тут будет сразу второй свет. Вот где мы здесь вот находимся. А у мамы своя зона террасы. То есть мама спокойно, когда здесь даже делают шашлык, отдыхают люди. Мама может спокойно у себя сесть на столики, вот здесь за столиком. И вот молодежь эту как бы в большом счете не видеть. То есть в своей зоне. Вот. Также у мамы есть возможность подняться на второй этаж по лестнице. И зайти в общий коридор на втором этаже в дом как бы. То есть у нее своя лестница получается? Лестница есть и там на веранде. И вот там есть одна лестница. Здесь две лестницы еще по факту есть. То есть для подъема на второй этаж, и там практически, не помню, не помню сейчас. Нет, там не сквозная терраса. То есть он может тоже зайти на втором этаже вот в эти помещения. То есть легко, непринужденно. Легко. Молодцы. Ну это вот делает наш архитектор, как бы полностью все эти проекты. То есть это не так, что это не типовые проекты. То есть здесь на самом деле было много решений. Одно из них было. Дом более узкий туда выпирал. И вот так буквой П должен был огораживать эти сосны, чтобы тоже, ну... Все здесь крутится от деревьев, которые есть на участке. Здесь ни одно дерево, дерево мы не снесли, только вырубали кусты. Поэтому вот мы на таком участке и остановились. То есть очень хотелось участок с соснами вот заказчика. Воздух чистый, классный. Тут согласитесь, воздух другой вообще. Вообще другой. Да. Здесь он прямо такой, как вы говорите. Все, когда приезжают на объект из Питера, ребята, походят часа три такие, потом, блин, пойдем в кафешку поедим. Идут в кафешку покушать. Такие, блин, что-то так спать хочется, поехали домой. И причем заказчик, если он приехал с объекта, до него не дозвонится ближайшая там, вот. Все, он сразу вырубается и спит. Потому что подышав здесь... С водой у нас хотелось. Да, да. Ну, говорят, тут сосновый лес, в принципе, полезно. Ну, как бы очень хороший воздух, не там, паионы какие-то там. Да, да, да. Ну, я говорю, и окружение здесь такое социальное. То есть в самом поселке такие более-менее приличные домики. Они построены давно, везде смонтированные дорожки, вода здесь, все. Единственная проблема, что газ стоит очень дорого в России. Поэтому будем копать газголдер. Народное достояние же. Вот. Поэтому мы закопаем газголдер. Как-то у нас будут, как и украинцы, свои газовые хранилища. На территории. Хабы газовые. Поэтому газголдер. Вот. А этот участок, он, ты говоришь, вырубали пусты, он здесь вообще ничего не было? То есть, вот ты говоришь, там много лет назад построил, он пустовал? Да, здесь был гараж, фундамент был под дом. Мы все это сносили. А, то есть, ну, это вторичка, да? То есть, какой-то здесь был. Да, да, да. И кусты какие-то были, яблони, ну, куча всякого такого было. То есть, все было вот такое здесь. Ну, как бы, сейчас вы на ровном участке находитесь. На самом деле, если бы вы были, ну, грубо говоря, позапрошлой пятницей, мы первый день вышли на работу. То есть, это было, ну, считай, вот, неделю назад. Если бы приехать сюда неделю назад, здесь бы везде, тут вот так вот были все кусты. Вот это все заросшее было, всякие непонятными деревьями, кустами. Вот здесь что-то чуть-чуть грядок было, и вот дальше опять были все вот там вот кустами, все было заросшее для бытовки. Только что все было еще на разных уровнях, там, вот так, 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 так. То есть, ну, там вот видно по торцу, как насыпалось. То есть, везде вот, ну, как бы, практически все сделала планировка полностью. То есть, все, что отсюда мы вынули, мы растащили вот по всему участку, разровняли. Правильно. Вот. И это на моей памяти самый дешевый на данный момент проект подготовки под строительство. То есть, здесь для... Первая стадия, где с дренажами, с отсыпками, с ливневкой, с закладными, совсем только вот с щебнем, с песком, без, вот, без уже экструзионного пенополистирола, без гидроизоляции, без арматуры, обошлась заказчику в 350 тысяч рублей. С техникой совсем. Ну, сюда же держишь нормально. Да, то есть, полностью подготовка, вот, то есть, уже вот на стадии, только вот, не было только гидроизоляции, вот, и пеноплексия. Колоксы уже стояли, все, вот, планировка, все. 300 тысяч, ну, грубо говоря, вот так. Потому что, а так, в общей сложности было потрачено 500 тысяч, потому что вот две бытовки, биотуалет, ну, доски на укрывание, то есть, вот это все вот как бы, то есть, а вот, по большому счету, как бы, вот так дешево здесь все это обошлось. То есть, изначально, купив более дорогой участок, всегда есть возможность сэкономить на подготовке участка под строительство. Потому что, чаще, часто очень подготовка стоит от миллиона и до трех доходит, бывает. Именно, чтобы сделать подготовку под строительство, то есть, или сделать участок, на котором можно жить. Потому что здесь мы уже имеем на данной стадии участок уже, с которым можно жить. Ну, то есть, фактически, у нас уже ровный участок. И заказчик будет приезжать на объект, как бы, вот, именно, уже, как бы, на готовый участок. Он будет понимать, где у него, где он будет ходить, где какие газоны, где что. А часто, вот, люди хотят выравнивать участок? Никто не... Может, кто-то хочет террасирование сделать? Нет таких? К сожалению, в данном случае мы привязаны вот к той дороге. А, понятно. И наш дом не может быть сильно ниже дороги. Поскольку у тебя автомобили, едущие по дороге, будут заглядывать тебе в окна сверху. Поэтому приходится приподнимать участок. Приподнимая участок в этом месте, ты имеешь вот там тоже дорогу, которая тоже выше этого участка. И потому, вот, грунтом тебе нужно делать планировку самого участка, чтобы не было вот так низко. Вот, видишь, вот там яма, где вот, вот, оранжелинитель лежит. То есть, это был уровень всего участка такой примерно. Ну, это слишком низко, да, низко. Да, и он был вот весь примерно такой. Поэтому пришлось весь участок приподнимать. Вот именно вот этими грунтами. Ну, и все-таки некомфортно ходить, если все вот так. Да, да, да. То есть, поэтому... Нет, здесь же мы выкорчевали все. Тут, когда еще выкорчевку делали, много-много, ну, мусора увезли. То есть, получился участок такой весь совсем перекопанный. Ну, очень круто. Деревья, конечно, где-то вдруг. Да, ну, это круто. На самом деле, когда вот такие участки, понимаешь, за что платились деньги. Да. Единственное, что это, как бы, кошмарный сон кровельщика, но они, тем не менее, которые, ну, как бы, засорятся будут... На самом деле, в 99% это просто такая иллюзия и фантазия. Да? Да. Уже еловые вот. Ну, да, да. И березы. Ну, и березы. Чего будет засоряться, вот, вкратце? Водосточный желоб он не будет засоряться. Его дождем весь смоет. У тебя единственное, что будет засоряться, это, грубо говоря, отстойник в водоприемнике. Ну, листоприемник. Вот тут лист фильтра, этот листоприемник. Ну, да, который вот в водоприемнике снизу находится, да. То есть ты его просто колено снял, поднял это ведерко, вывалил, поставил обратно. Да, да, да. Все. А замечательное, когда у тебя перелив начнется уже сверху через него бить. То есть, нет, нет, на самом деле, не было ни разу, чтобы нам звонили и просили прочистить водосточную систему. То есть это миф. Ну, скорее всего. То есть чаще всего, если водосточка даже забилась, как это происходит? Забилась водосточка, влупил ливень, там перелив пошел, там такой напор с этой крыши, что у тебя все опять промыло и все, система опять работает. Все, никто не лезет на крышу. Как вот эту ливневку промывают? Ты же знаешь, как перестал, допустим, работать в одном колоссе. Трубу запихнул туда так же, подключил, дунул, а там вылетела вся грязь. Все, то же самое происходит с ливневкой, с водосточкой. Только сама природа ее чистит. То есть я просто не сталкивался с тем, что надо ее там реально чистить. У меня у самого стоит уже сколько? Шесть лет. Рядом березы. Я ни разу не загадывал в желоб, потому что у меня и так все работает. Я даже снизу смотрю, там все чисто. Ну, потому что я как бы, как строитель сначала собрал, желоба поставил, сказал, ну, все, в следующем году, когда надо будет сейчас колено подключу, все сделаю. Пять лет. У меня единственное, что не сделано в доме, это стоят трубы. Ну, у тебя просто по временной схеме. По временной схеме пока. Да, нет, нет, просто вниз. И все, и слава богу. Просто я не люблю отмостки из бетона, как бы, то есть я даже у тебя это уже вилла, у меня тоже сделано на щебне. Я тоже не люблю. То есть мне это очень нравится, я щебень сделал, подрамовал, у меня к нему подошел в итоге газончик, там получился сейчас у меня где-то сантиметров 60 отмостка, и газончик сантиметров 10 затянул, получается так прикольно, кайфово ты походишь. Да, да, то есть нет этого бетона, который весь в трещинах позорный. Потому что как ты с этими трещинами не борись, эти все трещины будут. Знаешь, мне там некоторые пишут письмо, вот мне залили отмостку, у меня вся треснула, приедете, Алексей, поговорить со строителями, я говорю, а что с ними говорить, треснула я, треснула. Он, как же так, вы же профессионал, она должна треснуть, я говорю. Говорю, ну... Нет, можно, вот если вот так заармировать, вот как здесь. Да, да, да. А если просто по сетке залить, как бы она треснет. Говорю, она по-любому треснет, причем на деформационные швы сделать по углам, по расстоянию бить на дившим швы, чтобы у тебя отмостка не трещала. Говорю, ну, как бы, она, говорю, в любом случае будет трещать. Метра по 4 сделайте, разделите. Да, да, тогда не будет трещать, она будет сразу у вас трещина. Все. Поэтому засыпьте щебнем и не парьтесь. Или же сделайте из брусчатки. То есть, если хотите более-менее приличное что-то, чем щебень, сделайте брусчатку, и никаких проблем у вас не будет. Тем более с утепленной отмосткой, как по факту, брусчатке вообще пофиг. Да, поднимать ничего не будет. Ничего не будет поднимать, будет красиво, замечательно. Поэтому, говорю, я вот сторонник многих таких более простых решений, чем вот эти вот отмостки лить. Мне кажется, к этому народу уже просто сейчас приходит. Даже чисто эстетически. Люди раньше думали, что это от нищеты, вот щебенку, да. А сейчас это просто простое элегантное решение. Да, но можно еще даже гальку взять. То есть, если как бы есть у кого галька, тут у нас Питерина дорогая довольно-таки. А есть районы, где... Краснодар, вот это все, там очень недорого. Да, дешевые. Вот гальечкой отсыпаться, это вообще было бы просто франшуй такой. Блин, прям круто. А так большинство все-таки, наверное, не от нищеты, а большинство... Ну, скажем так, сейчас много заказчиков, становятся молодые ребята. И молодые ребята говорят так примерно. Они все были в Австрии, они все были в Финляндии, тут постоянно снимают домики. И ты им говоришь, типа, ребят, типа, что хотим по дорожкам они? Как сделаешь? Ты говоришь, типа, ну вот смотрите, можно... Финки, типа, тебе понравились финки, какие дорожки? Они, наверное, песком отсыпаны. А это банально гранитный отсев. Просто делается основание, отсыпается гранитным отсевом, трамбуется и все. Но его есть минус, что ты в дом тащишь пациент в камушку. Поэтому мы всегда делаем какие-то такие промежуточные дорожки, часто с отсева, отсыпаем, трамбуем. А основные делаем брусчатка, причем самая простая бетонная, потому что брусчатку бетонную от клинкерной отличит только человек, который знает, что она существует клинкерная или бетонная. Для всех это одна и та же квадратики на полу. Ну, то есть, ну, ты занимаешься стройкой? Я с ним не занимался, я думал так же. А, квадратики. Ну, типа, какие-нибудь квадратики. О, брусчатку сделали, да. Да, да, из квадратика, да. Все. Или там, из ромбиков, круглых. Да. Сейчас под камень есть имитация, что хочешь вообще? Ну, по факту, как бы, краешек. А когда дорожки кладешь, там обрезков, отрезков там немерено. Поэтому отбраковку берешь, отлично заходит. Причем заказчик говорит, вообще ничего не переплачь, там стоит там тысяча рублей по лет, по-моему, 10 квадратов там по полете. Там 100 рублей за квадрат. Там на обрезки все уходит, реально хорошее. Остается там два порядка запаса взял, и хватает сделать вот прям вот так. То есть, основные дорожки делаешь из брусчатки, основные все отсевом часто делаем. И никто даже не замечает, что какие-то отсев, наоборот, как-то более природная так красивая отсевка. Да, особенно здесь. Вот в этом ландшафте вообще очень круто, да? Да, да, да. Прям такая тема. То есть, прям просятся такие вещи. Да, соглашусь. А что у тебя там за ПНД труба? Это вода? Одна ПНД, это вода. Идет. Она вот туда выходит, будет подключаться к люку. А вторая ПНД, это закладная на ЛОС электричество. Понятно. Вот. И еще появится третья закладная вот электричество. Ну, она будет уже не здесь идти, потому что она уже появится, просто внутрь занырнет, на какую-то стенку попадет. Не знаю, куда. Ну, куда-то попадет. А что с заборами народ делает в целом? Я категорически не согласен с вот этими заборами с профлиста. Я предпочитаю вот эти заборы, которые условно пропускные. То есть, вот один за другим. Да, да, да. Шахматка, да? Да, да, да. Ты сбоку идешь, тебе вроде светло на участке, то есть, нет таких потерь от цветок. Продувание есть. Продувание есть. А потому что у таких объектов, когда находишься, с этим забором, тут летом просто ад. И рядом растения не живут, они просто сгорают от этого забора. Не знаю, ну, ад полный, короче. Я знаю, что так припекает, что нереально. Кому, как бы, вероятнее всего, вот этот забор будем менять. То есть, вот мы с Стасом договорились, то есть, с заказчиком с того объекта договорились. Вот с теми еще не договорились, там вот дом на продаже, мы тоже попытаемся договориться. То есть, хочется такие более прозрачные заборы. Более цивильные, да? Не то, что там. Это уже в прошлый век, мне кажется. Ну, это... Это... Дачное наследство такое, где, как бы, люди хотят спрятаться с заборами. Не помню, какой-то канал смотрел, где выступали... Выступал Финн, и его спросили, а вы ставите забор? Он такой, ответ Фина. Нет, мы не ставим заборов, потому что в нашем районе очень мало диких животных. Ответ Фина был на заборы. Типа, они сюда не заходят, поэтому установки нам заборов, поэтому ставить заборы нам здесь нет необходимости. То есть, у него только аналогика. У нас нет диких заборов. Понимаешь? То есть, ставим забор, потому что идут дикие животные. А его говорят, а как же соседи? Ну, это надо согласовывать, наверное. То есть, он такой, знаешь, прямо потерялся, когда как соседи. Знаешь, человек не думает, а зачем ему от соседей забор? А вот дикие животные, да, вот там вдруг лозь придет, да, то есть, там или... Медведь там припрется. Вот, да, забор нужно, а вот между соседями, а зачем? Вот, как бы, отношение финнов к заборам. То есть, в нашем случае до сих пор меня же увидят, меня же выглядят, высмотрят. То есть, как же я тут это... Чего не смотреть-то буду, да. Да. Просто кому нужен ты, чтобы на тебя смотреть-то вообще, по большому счету? Вот ты. Да. Ну, идет человек, повернулся, ну, ладно. Ты сидишь 24 на 7 на террасе, что ли, вот так с вывалившимися этими тут... Да, в семейниках. Да, в семейниках. Это в сторону дороги. И ждешь, кто же на тебя посмотрит. Да, посмотрит. К сожалению, здесь такое не прокатывает. Ну, я не вижу этом смысла. У меня обычный забор из штакетника на даче. То есть, вот сделано и все. Ну, вид здесь кто-то меня. Ну, и... Это наоборот, мне кажется. Ну, и ладно, пусть смотрят. Да. Какая-то социализация. Слушай, сюда приехали, здесь зима прям, да? Да, здесь холодно. Да-да-да. Это наоборот. Это наоборот.